Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Это достаточно затратное, не только по материалам, но и по времени мероприятие, так как это будет способ проведения работ открытый, то есть будут скрываться улицы. Одни улицы перекроют надолго, на других изменится направление движения. Но от пробок город это не спасет. Как будет организована схема движения в Красноярске на время строительства метро? Инаугурация нового мэра Красноярска пройдет 16 сентября. Уже завтра Владислав Логинов произнесет клятву и получит ключи от города. Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае и июре это было всего 3,9%. Минимальный уровень безработицы в новейшей истории России. Какая ситуация на рынке труда в Красноярске и какие зарплаты предлагают горожанам? С проектировщиком этот момент обсудили. Песок мы заменили, поэтому сейчас он тренирует лучше воду. И вода, соответственно, не стоит. Летний проект ТВК «Песочница» сегодня подводит итоги. Как изменились детские площадки, на которых побывала съемочная группа? Теперь официально отопительный сезон в Красноярске начнется в понедельник, 19 сентября. Постановление об этом сегодня подписал новый мэр Владислав Логинов. Сначала тепло дадут в больнице, школу и детские сады. Затем подключат жилые дома. В последнюю очередь отопление появится в общественных зданиях, зданиях социально-культурного назначения и вузах. В мэрии напомнили, что запуск системы центрального отопления – постепенный процесс. После открытия задвижек в домах начинается отладка параметров и настройка систем. Поэтому, как правило, управляющим и теплоснабжающим организациям необходимо несколько дней, чтобы выйти на нужные параметры. Окончательно качественное отопление во всех квартирах должно появиться не позднее 10 дней после запуска. Если тепло в квартире не появилось вовремя, в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Как говорят в департаменте горхозяйства, чаще всего батареи не нагреваются из-за проблем на внутридомовых сетях и завоздушивания стояков. Если обращение в управляющую компанию не помогло, нужно будет позвонить в диспетчерскую службу по телефону 205 либо в администрацию своего района. После 19 сентября в каждом районе города организуют специальную горячую линию для обращений. Ну а Красноярскую предрекают серьезные пробки. Сегодня дорожники рассказали, как будет организована схема движения в городе на время строительства метро. Так, в ноябре город практически останется без основной центральной магистрали улицы Карла Маркса. Все движение оттуда перенесут на параллельный проспект Мира. Специалисты не скрывают, автовладельцев ждут серьезные изменения, к которым нужно будет привыкать. Полина Михальчук расскажет, как ездить будем. Долгое время красноярцев держали в неведении. Сначала о том, будут ли возобновлять работы по строительству метро. Затем, кто всем этим будет заниматься. Еще одним большим вопросом оставалась организация схемы движения на время работ. Конечно, все понимали, что одним участком Карла Маркса и Молокова мы не отделаемся. И транспортную систему города ждут большие изменения. И, собственно, так оно и получилось. Главное изменение, которому придется привыкнуть к красноярцам, это центр. Ориентировочно в ноябре там начнут подготавливать котлованы для будущего метротрама. И чтобы освободить место для строительства, автомобилистам придется покинуть одну из главных артерий Карла Маркса. Но не полностью. Перекрыты будут четыре участка улицы, отрезок перед остановкой Органный зал, участок перед площадью Революции, дорога в районе остановки Перенсона и отрезок после перекрестка Карла Маркса и Винбаума. Итак, как же теперь придется ездить водителям? На правый берег автовладельцы смогут уехать через Мира. Далее на Винбаума и коммунальный мост. Для того, чтобы открыть дорогу на смежные улицы, проезд с Мира на свободные участки Карла Маркса будет возможен по Перенсона и Кирова. До партизана-железняка автовладельцы смогут добраться по Мира, далее поворот направо по Сурикова с выездом на Карла Маркса. Также двусторонними сделают отрезки улицы Горького от Мира до Маркса и проезд вдоль центрального входа краевой библиотеки. Движения по Робеспьера, Декабристов, диктатуры пролетариата, Кирова, Перенсона и Винбаума обещают оставить без изменений. Если говорить про маршрут автобусов и троллейбусов, то дорожники обещают в ближайшее время обнародовать подробную схему движения. Но если коротко, то весь общественный транспорт обещают переместить на улицу Мира, как он ранее двигался по Карла Маркса, с поворотом у Детского мира и далее по Кирова на коммунальный мост. В любом случае успокаивают дорожники. Проезды организуют каждому жилому дому и другим необходимым городским учреждениям. Будет сложно, непривычно. И этого не скрывают. К тому же, помимо перекрытий, привычные многим парковки также закроют. Но вместо них обещают сделать новые. Решено исключить возможность парковки транспорта, соответственно, на самом проспекте Мира и ряде прилегающих улиц. Например, на улице диктатуры пролетариата, на участке от Дубровинского до улицы Ленин. Выпадающие у нас парковочные места. Например, самая известная парковочная площадка – это в районе площади Революции на 387 парковочных мест. По понятным причинам будет закрыта. С этой целью разработаны альтернативные варианты парковок, в том числе те, которые я ранее перечислил. И предусматривается порядка 900 компенсационных парковочных мест. Так, например, больше всего парковочных мест должна обеспечить стоянка возле Кванта, которой, к слову, еще нет. Работы должны завершить в ноябре. Также точечно по 20, 30, 40 мест будут делать на разных участках дорог. Например, на Робеспьера вдоль здания Республики 52, на территории парковки Центрального парка с заездом с улицы Баграда, на Карла Маркса. Но не стоит забывать, что центр – не единственное место, где будут делать котлованы для станций метро. Работы также затронут улицу Молокова. В частности, для возведения станции Шахтеров перекроют проезжую часть Молокова от Шахтеров до Батурина. А весь транспорт пустят по дорогам дублера. Такие масштабные изменения, говорят специалисты, значительно поднимут уровень загрузки уличной дорожной сети. Основные заторы будут в центре, на коммунальном мосту, на улице Ады Лебедевой. И привыкать к новым реалиям, судя по всему, нам придется еще долго. Это достаточно затратно, не только по материалам, но и по времени мероприятия. Так как это будет способ проведения работ открытый, то есть будут скрываться улицы, соответственно, в отличие от подземного, не очень удобно, но намного быстрее будет происходить строительство. Поэтому конкретных сроков я бы называть воздержался, но думаю, что это будет, вы понимаете, ни день, ни два. Вот, да, вынуждены, будем терпеть. Много раз призывали, давайте подождем, и придет нам счастье. Следует понимать, что с момента начала работ дорожники будут мониторить ситуацию в реальном времени. А значит, где-то могут вводить точечные изменения в виде светофоров и дорожных знаков, чтобы развести потоки. Новые схемы движения начнут действовать в Красноярске ориентировочно с октября-ноября, поэтому автовладельцев призывают готовиться к изменениям уже сейчас и прежде всего психологически. Полина Михальчук, Владимир Антонов, Новости ТВК. И теперь к уже существующим перекрытиям. В Красноярске добавился еще один проблемный участок на улице Дубровинского в районе галереи Енисей. Из-за коммунальной аварии может провалиться асфальт. Работы там ведет СГК. Еще 13 сентября на сетях компании произошла авария. По неподтвержденным данным, из-за утечки на водопроводных сетях. В итоге участие жителей центра отключили холодную воду. Водоснабжение сейчас уже вернули, а вот асфальт в районе Дубровинского 52 пока не восстановлен. Сейчас автовладельцев просят ездить по этому участку аккуратнее. Сами водители об аварии не слышали, однако отмечают, что Дубровинского и так была проблемным участком в часы пик, поэтому ремонтные работы только усугубят ситуацию. Так вообще будет не дни, когда такой ремонт, это очень мешает. А что, сильные заторы или что? Ну, что начинают манерировать и в одну полосу перестраиваться. Это же неудобно. Из двух в одну, плюс еще на паркованной стоит полполосы занятой. Вы сами понимаете, тесно. Большая загруженность, потому что иногда паркуются машины справа, и тогда движение в один ряд получается. А ну вот как думаете, из-за того, что здесь сейчас ремонтные работы проводят, в часы пик как-то? Желательно по вечерам проводить или по ночам? В часы пик будет очень сложно тут, потому что перекрыт обе полосы, и все, а объезжают только по стречке. И никого нет, ни регулировщика, ничего такого не стоит тут. Доделать дорогу обещают только к концу этой недели, поэтому если вы заметите провалы асфальта на месте аварийных работ, звоните в диспетчерскую службу СГК по телефону 211-39-63. Инаугурация мэра Красноярска Владислава Логинова пройдет 16 сентября. Информацию подтвердили в мэрии. Церемония состоится в администрации. Глава города примет присягу, получит геральдическую подвеску, знак «Звезда мэра» и символический ключ от Красноярска. Новым мэром Владислава Логинова назначили депутаты Гурсовета. Они проголосовали за его кандидатуру единогласно. Логинов работает в системе городского и дорожного хозяйства уже больше 20 лет. В 2012 году он стал заместителем руководителя департамента городского хозяйства. После этого руководил двумя красноярскими районами, Свердловским и Советским. В 2017 он выдвинул свою кандидатуру на должность мэра, но призвал депутатов проголосовать за Сергея Юремина. После этого Логинов стал первым заместителем главы города. Напомню, Сергей Юремин подал в отставку 25 июля. Ему предложили стать заместителем губернатора края. В новой должности Сергей Юремин курирует вопросы благоустройства Красноярска и других городов края. Также он официально стал ответственным за координацию строительства метро. Руководитель департамента горхозяйства Красноярска Алексей Фоминых уходит в отставку. Как рассказали новостям ТВК в мэрии, чиновник написал заявление по собственному желанию. И завтра его последний рабочий день. На посту главы департамента Фоминых проработал более двух лет. Раньше он также работал в администрации города и с 2015 года занимал должности юрисконсульта, начальника отдела и заместителя руководителя по правовым вопросам в управлении дорог и благоустройства. Это не первая отставка в мэрии Красноярска после того, как экс-глава города Сергей Юремин перешел на работу в краевую администрацию. Ранее свои посты оставили глава департамента информационной политики Ирины Самсонова и вице-мэр Олег Животов, который курировал в Красноярске вопросы градостроительства и размещения временных сооружений. Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Секретарь Армянского совета безопасности Армен Григорян заявил, что соглашение начало действовать с 8 вечера 14 сентября. К такому решению стороны пришли после очередной волны вооруженного конфликта на армянско-азербайджанской границе. Тем не менее, Минобороны Армении сообщают о том, что в ночь на 14 сентября вооруженные силы Азербайджана возобновили боевые действия. В частности, удары были направлены на курортный город Джермук, говорят в ведомстве. Накануне утром все продолжилось. Армянские Минобороны утверждают, что Азербайджан совершал обстрелы с использованием артиллерии, минометов и крупнокалиберного оружия, а также начал наступательные действия в направлении Джермука и села Вериншоржа. В свою очередь, военное ведомство Азербайджана обвиняет Армению в обстрелах в Кельбаджарском и Лачинском районах. В результате конфликта погибли 176 солдат с обеих сторон. Минобороны Армении сообщает о 105 погибших. Минобороны Азербайджана заявила о 71 погибшем. Напомню, обострение на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. Армения заявила об обстрелах со стороны Азербайджана по населенным пунктам Сотк, Горис и Джермук. Тем временем, Азербайджан сообщил, что подразделения вооруженных сил Армении совершили масштабную диверсию. Правительство Армении официально обратилось к России и Совету безопасности ООН за помощью. Продолжение следует... По словам главы государства, количество россиян без трудоустройства неуклонно снижается, однако растет число и тех, кто находится под риском увольнения. Какая ситуация с безработицей в Красноярске, какие зарплаты предлагают горожанам, знает мой коллега Дмитрий Ишхозин. Он в студии. Дима, а много ли безработных у нас в крае сейчас? Оля, по официальным данным Краевого агентства труда и занятости, сейчас в нашем регионе 12 тысяч так называемых зарегистрированных безработных, то есть тех, кто пришел в службу занятостей и встал на учет. Однако, по оценкам экспертов, в реальности их может быть намного больше, в 2 или в 3 раза, потому что по оценкам экспертов может быть в 2 или 3 раза больше, потому что данные неофициальные. Но мы будем ориентироваться, конечно, на официальные цифры, и вот, судя по ним, безработица в крае находится на отметке в 0,8%. Для сравнения, в пандемийный 2020 год эта цифра была на отметке в 5%, а тех, кто искал работу, было 75 тысяч человек. Если же говорить про Красноярск, то цифра и того меньше, безработица на уровне 0,4%. И цифра эта не менялась с начала года. Если сравнивать ситуацию на рынке труда Краевого центра с городами Сибирского федерального округа, то значение показателя регистрированной безработицы в городе Красноярске остается самым низким среди крупных городов Сибирского федерального округа. Для нашего основного партнера, работодателя, конечно, востребованной услугой остается содействие в подборе необходимых работников. Но со своей стороны мы можем также оказать и финансовую поддержку работодателям при создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. И сумма такой поддержки составляет 180 тысяч рублей. В целом же по России число безработных, по официальным данным, также снижается. В мае-июле этого года безработица в стране оказалась на отметке в 3,9%. По словам президента Владимира Путина, так мало безработных в России еще не было никогда в истории. Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Ну, даже более, чем стабильная. Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%. Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле. Независимые эксперты при этом сходятся во мнении, что большинство компаний находятся в зоне кадрового дефицита. В сервисе по поиску работы Headhunter нам рассказали, что в среднем в Красноярском крае на одно предложение о работе приходится 3 резюме на вакансию. Однако это как раз таки мало, говорят эксперты. Норма считается 6 резюме на одну вакансию. Вот и выходит, что конкуренция за работу достаточно низкая. Если сравнивать спрос на сотрудников с января по август, по сравнению с прошлым годом, рост в Красноярском крае составил плюс 16%. Это, на самом деле, один из самых высоких показателей в Сибири. И в целом в крае с марта этого года провалов не было практически ни в одном месяце. Только вот, можно сказать, что спрос притормозился в марте, но потом достаточно быстро вернулся на положительные значения по динамике. То есть количество вакансий в этом году росло понемногу, но постоянно. Получается, что места для работы есть, но вот что удивительно. Вместе с уменьшением безработицы в России и уменьшается заработная плата, по официальным данным. По данным Росстата, в июне реальный средний размер заработных плат снизился на 3,2% и составил 67 572 рубля. Такие цифры приводят в ведомстве. Если обратиться в Краевое агентство труда и занятости, то, по их данным, такую зарплату обещают разве что инженерам, военнослужащим и электрослесарям. А вот кассирам, учителям, грузчикам и поварам в среднем по 30 тысяч рублей. Интересно, дело обстоит в общепите. В плане кадров сфера серьезно пострадала от пандемии. Многие хостес, официанты, бармены на время закрытия общепита вовсе успели освоить новые профессии, не дождавшись послаблений. Я думаю, что еще есть такая тенденция, что профессия официанта или бармена, она, в принципе, воспринимается как временная для студентов, например, для старшеклассников, а не как регулярная для тех, кто уже закончил университет. Поэтому, к сожалению, с началом осени мы испытываем некоторые дефициты. Многие поменяли профессию, многие сказали, что им проще сидеть даже на кассе, в магазине обслуживать, потому что это стабильно. А рестораны, к сожалению, какие гарантии будут из-за ковида? Ковид, инфляция, конечно, геополитика, все эти факторы сказываются на рынке труда. И, как говорят эксперты, людям все равно так или иначе придется менять свои планы или адаптироваться в случае, если безработица все-таки вырастет. Оля, у меня на этом все. Спасибо, это был Дмитрий Ишхузин. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им с друзьями в социальных сетях, заходите к нам в Телеграм или в группу ВКонтакте, подписывайтесь и следите за нашими новостями. Ведь ТВК – это не только ТВ. Кальмары, маргарин и дезодоранты подорожали в Красноярском крае на 50%, а аспирин – в два раза. Представители Красноярск-Стата рассказали об изменениях цен в регионе по сравнению с 2021 годом. По данным специалистов, больше всего цены выросли на продовольственные товары в среднем на 16%. Так, например, замороженные кальмары выросли в цене на 49,7%, маргарин и кофе на 44%, сахар на 41%. Среди непродовольственных товаров в лидерах по подорожанию спички – дезодорант, хозяйственное мыло, одноразовые шприцы и крем для рук. Они подросли в цене на 50%. Также в топе списка оказались шины для легкового автомобиля, зубная паста, иностранные автомобили. Они за год прибавили в цене 40%. Что касается сферы услуг, то здесь, как подсчитали специалисты, больше всего подорожали поездки в страны Средиземноморья – 52%. Услуги по ксерокопированию документов выросли на 51%, а также поездки в страны Закавказья – на 42%. Однако есть товары и услуги, которые, напротив, подешевели. Так, по данным Красноярск-Стата, за год на треть упала цена на АЦЦ, металлочерепицу, капусту и ДСП. В этом году россияне оформили почти в три раза больше предзаказов на айфоны, чем в 2021 году. Какие модели оказались наиболее востребованными? Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В этом году россияне оформили в два с половиной раза больше предзаказов на новые айфоны, чем в прошлом. Самые популярные модели Pro и Pro Max, а самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 с объемом памяти 128 гигабайтов. При этом участники рынка предупреждают, что покупатели новых моделей без слота под физическую сим-карту могут столкнуться со сложностями, так как законодательно в России не урегулирован сегмент электронных сим-карт. Добавлю, что новая продукция Apple официально не будет поставляться в Россию, так как компания прекратила поставки в марте. В правительстве России заявляли, что устройства везут по параллельному импорту. Компания S7 открыла распродажу билетов, в том числе на рейсы из Красноярска. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Акция действует только на перелеты туда-обратно. Купить билеты со скидкой до 50% можно до 16 сентября включительно на сайте авиакомпании. Из Красноярска в Москву и обратно можно улететь за 8,5 тысяч рублей. Билет из Красноярска в Санкт-Петербург и обратно по акции обойдется в 10,5 тысяч. Также отправиться из Красноярска по сниженной цене можно в Новосибирск, Абакан, Екатеринбург, Сочи, Симферополь и Самару. Сотрудники национального парка Столбы поделились кадрами обитающего на территории парка Барсука. Фотоловушки нацпарка смогли сделать целую серию фото- и видеоснимков Барсука с 2018 по 2021 год, включая те, которые удалось заснять ночью. Как отметил внештатный научный сотрудник нацпарка Александр Хританков, животное ведет преимущественно ночной образ жизни и старается избегать встреч с человеком. Барсук охотится на мышей, ящериц и змей, а также на молодых зайцев и козлят. Животное играет свою полезную роль в природных процессах. Барсук – один из главных преобразователей среды, заявил ученый. Он регулирует численность сельскохозяйственных и лесных вредителей, рыхлит лесную подстилку в поисках пищи, улучшая аэрацию почв, благотворно влияя на лесные сообщества. Сломанные качели, опасные горки, бездействующие управляющие компанией, бесчисленное количество обращений от зрителей. Главный летний проект ТВК «Песочница» сегодня подводит итоги. Что не вызвало никакого удивления, что порадовало, что разочаровало, как поменялись детские площадки, на которых побывала съемочная группа. И что на самом деле нужно сделать, чтобы ваш двор стал лучше. Игорь Шишкин подробно расскажет в итогом выпуске проекта «Песочница». Лето кончилось, и проект «Песочница» подводит итоги сезона. А он, к слову, в этом году был довольно разнообразным. Помимо детских площадок во дворах жилых домов Красноярска, мы также заезжали на общеградские пространства. Самым знаковым стал маленький Татышев. Огромный игровой комплекс для всех красноярцев открылся в середине июля. Но уже после первых выходных не выдержал ажиотажа. Некоторые локации администрации пришлось закрыть. Давайте вспомним, как это было. Это такая колонка с водой. Здесь предусмотрена вот такая целая система. Вода должна течь по вот этим желобам. Но из-за того, что при проектировании не предусмотрели, что вода должна куда-то утекать, и просто вот эта зона, ну, она не была рассчитана на такое количество использований этой колонки с водой, затопила динозавра. Одна из самых необычных локаций вышла из строя. Воду в колонке отключили, а затопленного динозавра огородили сигнальной лентой. Тогда в администрации острова Татышев объяснили, что на этой локации возникли проблемы с дренированием воды и обещали вместе с подрядчиками исправить проблему. В начале сентября мы вновь съездили на площадку маленький Татышев и к нашей большой радости обнаружили динозавра уже не в луже, а в сухом песке. Колонку с водой тоже починили, но использовать занимательный аттракцион пока не получится, говорят в Татышев парке. С проектировщиком этот момент обсудили, песок мы заменили, и поэтому сейчас он дренирует лучше воду, и вода, соответственно, не стоит. То есть эта проблема предположительно решена. Соответственно, динозавра тоже откопали, колонку заменили, но воду мы пока что отключили, потому что уже прохладно. И еще приятно на Татышев. Детская площадка там будет работать и зимой. Кроме того, недавно около маленького Татышева открылся теплый визит-центр с туалетом, и это, конечно, большой плюс для родителей, особенно с маленькими детьми. Ну что ж, теперь возвращаемся в суровую реальность. Конечно, всем понятно, что за большими городскими пространствами, тем более для детей, пристально следят. Совсем другая ситуация с детскими площадками в жилых массивах Красноярска, чего мы только не видели в этом сезоне. Вот, например, на Мечниково-39 дети гуляют прямо по территории бомбоубежища. Внизу вот здесь находится бомбоубежище. И, как говорят местные жители, кому оно принадлежит, неизвестно. И отчасти это не дает благоустроить эту территорию и построить здесь какую-то приятную детскую площадку и комфортную среду для местных жителей. Как говорится, детство детством, а гражданская оборона по расписанию. На самом деле, вот где без шуток есть вопросы к безопасности, так это двор на переулке Сетлогорском 10-Б. Там совсем рядом с жилым домом и скудной детской площадкой лежали опасные технические отходы. При этом управляющая компания и стройнадзор знали об опасности, уверяют жители. Но проблема никак не решалась. Мы связались с жителями на Сетлогорском, и они рассказали, что их наконец услышали. Но все решается, мягко скажем, не слишком расторопно. А вот грустная история с улицы Калинина. Там вандалы разрушили горку, и управляющая компания ее попросту снесла. С этой детской площадкой случилось какое-то несчастье. Фотографии вы сейчас видите на экране. Неизвестные вандалы или кто-то еще разломали детский городок. Управляющая компания перемотала детскую площадку сигнальной лентой. Несколько недель она стояла в таком состоянии. После чего управляющая компания приняла решение просто снести разломанный детский городок. И вот теперь посередине двора красуется вот такой пустырь. Все, что осталось детям в этом дворе – одни качели с поломанным сиденьем, песочница и изобилие старых лавочек. А вот что нам рассказали местные жители спустя два месяца после этого выпуска. У качельки там сделали сидушку и покрасили лавочки, по-моему, две штуки из пяти. Ну и все. А так как убрали горку поломанную, ну и ничего не сделали. Но тройку грустных историй про детские площадки, по нашему мнению, возглавляет серия с улицы Джамбурской. В этом дворе нет ни одной качели, ни одной горки, нет песочницы. И как выяснилось, все дело в том, что жители дома даже не выбрали председателя. Показать двор на Джамбурской нас очень просила местная жительница Елена в надежде на то, что ситуация изменится. Но инициативы у жителей судя по всему не прибавилось. А никак. А все то же самое. Как мы уехали, так и все стоит. Конечно, что-то надо же делать. Ежегодно песочница получает сотни заявок. И, конечно, мы чисто физически не в состоянии снять выпуски везде, где нас просят. И поэтому прямо сейчас универсальная инструкция для тех, кто хочет изменить свой двор в лучшую сторону. В первую очередь, как бы банально это ни звучало, придется проявить инициативу. Соберитесь с единомышленниками, соберите совет дома или обратитесь к председателю. Вместе с жителями примите решение о детской площадке и обратитесь в управляющую компанию. Дальше разрабатывается проект. Естественно, согласовывается с жителями. Управляющая компания подыскивает организацию, которая сможет составить смету. Либо самостоятельно эту смету оценивает перспективные затраты. И собственники уже на общем собрании утверждают проект детской площадки, расходы на оборудование этой детской площадки. И это решение уже воплощается в жизнь усилиями управляющей компании, привлеченного подрядчика. Однако нужно понимать, что управляющая компания сможет обновить или поставить новую детскую площадку только в том случае, если есть деньги на счете дома за текущий ремонт. Кроме того, бывают случаи, когда земля во дворе принадлежит не собственникам дома, а муниципалитету. В такой ситуации управляющая компания ничего не имеет права делать на этой земле. Ни детских площадок, ни уборку, вообще никакого благоустройства. Все, что касается благоустройства на муниципальной земле, следует решать с администрацией. Там, кстати, есть даже специальные проекты для инициативы красноярцев. Это программа поддержки инициативных проектов. То есть люди должны собраться в какую-то инициативную группу, придумать проект, что они там хотят. И с этим проектом прийти в районную администрацию, где им все расскажут и объяснят, как поучаствовать в программе поддержки инициативных проектов. Потом этот проект участвует в конкурсе и до 90-95, до даже 100%, 95% бюджетного финансирования могут они получить в качестве гранта. Может показаться, что это все звучит слишком сложно, но на самом деле даже в нашем проекте были примеры, когда после плавотворного сотрудничества с управляющей компанией или с администрацией дворы действительно преображались. Пользуйтесь нашей инструкцией и делайте мир вокруг себя чуточку красивее. На этом мы заканчиваем этот сезон проекта «Песочница». Он, к слову, для меня был первым. И, конечно, у нас уже есть идеи на следующее лето, но мы сохраним интригу и рассказывать пока ничего не будем. На этом все. Увидимся в эфире. Что делать, если не принимают показания счетчика? И действительно ли с 1 сентября изменился порядок расчета платы за услуги ЖКХ? Эксперт Наталья Балабина расскажет об этом прямо сейчас в рубрике «Вопросы ЖКХ». У нас не принимают показания счетчика воды, требуют поверку. В какие сроки должна проходить поверка? Как решить эту проблему? В каждой квартире сейчас у нас практически у всех стоят, как мы и говорим, счетчики горячей и холодной воды и электроэнергии. То есть индивидуальные приборы учета. У каждого счетчика существует свой срок поверки. Его можно узнать в своем личном кабинете на сайте ЖКХ, в квитанции, которую вы ежемесячно получаете за коммунальные услуги, в конце концов позвонить в управляющую компанию, и вам там подскажут, когда у вас наступают сроки поверки. Но на сегодняшний день в основном сроки поверки таковы. По горячей воде счетчики обычно раз в 4 года проходят поверку, по холодной воде раз в 6 лет. В квитанции написано, что с 1 сентября изменится порядок расчета платы за жилое помещение и услуги ЖКХ. Что это значит? 4 февраля 2022 года было принято постановление правительства Российской Федерации номер 92, с которым можно ознакомиться на сайте, на любом в интернете. Он называется «О внесении изменений в некоторые акты по оплате коммунальных услуг и по содержанию и ремонту жилого помещения». В частности, там речь идет о многих изменениях, но то, что касается в квитанциях, теперь в квитанции за оплату по содержанию и ремонту жилого помещения будут отдельно расписаны все коммунальные ресурсы, которые применяются при обслуживании содержания общего имущества. Вот это будет новое. Это была Наталья Балабина. Я напомню, свои вопросы вы можете задавать по номеру 200-00-65 и в любых социальных сетях ТВК. Ну и на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. До встречи в эфире. Продолжение следует...